познакомитесь уже получше есть уже какой-то потенциал чуть-чуть желание побеждать его появилась вы сами тогда к ней подойдет ладно или вы тоже так же видите вот в этом вся проблема тебя есть подружки нет познакомишься не знаю нет сил женских значит нет сил это ведет к одиночеству я никого не имею ввиду вообще просто я говорю о том что такое женские силы это всех любить всех забыть это женские силы когда нет этого значит ближе к одиночеству женские силы есть понимаете женские силы аскеза дает силу человек что такое аскеза для женщины идти заботиться обо всех вот что женщина хочет жизнь больше всего чтобы они заботились чтобы и ласкали смотрели на не так хочется больше всего на свете что такое аскеза забыть про что что хочется и начать делать это для других вот это аскеза и это аскеза дает мужика как она дает силой потому что аскеза это сила заставить мужчин смотреть на себя аскезой женщина заставляет еще пожертвования пожертвования вот как что такое пожертвовать как работает одна женщина подошла ко мне говорит олег геннадь я поверю поверю скажите мне как мне зачать ребенка поверю я говорю возьмите на воспитание сначала я своего хочу понимать я говорю вот это и будет ваш сначала на воспитание она такая поверила короче взяла на воспитание потом родила почему потому что у ней все заработало когда женщина с ребенком соприкасать что происходит дальше у нее все начинает потому что обмен идет у нее оживает она потому что понимаете почему так сказал потому что она не женщинами общаться не может ничего очень одинокая по природе гормоны поэтому все вниз ребенка взяла больше никого нет ребеночку взяла и понеслась и все и пошла энергия двигаться женская и все потом расы забеременела почему потому что женщине нужна энергия любви когда движется она у них гормон начинает работать это называется пожертвование это не аскеза для женщины с ребенком не аскеза это жертва она свое благополучие женщин же хорошо 1 почему многие женщины выходят замуж это она конечно хочет замуж хочет она на 1 лучше но имеется ввиду что она когда мужика виду господи это значит одной лучше была одна так и останешься нужна жертва понимать если как бы хочешь замуж нужна жертва нет жертва нет замужества все какая жертва женщина всегда лучше мужчины женщина гармоничная психика она такая хорошая он дурак это всегда так было если так будет понимать женщина всегда лучше мужчины но ей надо заставить себя пожертвовать понимаете нужно пожертвовать собой ради семьи иначе не будет жизни женщина без отношений не живая ей нужны отношения чтобы жить пожертвовать и собой все мужчины тяжелый у них тяжелый характер всех мужчин у всех женщин легкий характер для женщин то есть есть аскеза да вот допустим слабость постоянно вот нет сил жнаски за неподвижное положение тело длительное движение слабость до свидания почему слабость что такое слабость это на самом деле сильное напряжение внутри напряжение убирается неподвижным положением тела не двигаешься напряжение на напряжение тю тю напряжение ну то есть я не двигаюсь от напряжения но это позитивное напряжение это аскеза позитивное напряжение у меня негативное напряжение позитивное на него влияет раз нет, теперь я бегу. Это тоже напряжение, но это позитивное напряжение, и оно расслабляет. Есть люди, которые не спать не могут, не есть не могут, все зажато внутри. Им говорят, тебе не надо напрягаться, у тебя все напряжено. Еще больше зажато, потом раз и умер. Неправильный совет. Правильный совет другой. Нужно бежать. Напряжение на напряжение получается расслабление, но нужно позитивное напряжение, понимаете? Аскеза это напряжение, но оно дает счастье, расслабляет. Женщине так тяжело одинокой, да? Еще бегать там всем улыбаться, и так плохо. Но когда начинаешь бегать всем улыбаться, становится хорошо. У меня есть одна знакомая, она была не замужем, у нее не было, как бы, отношений. Она взяла женский клуб, открыла и начала всех женщин вдохновлять, улыбаться, хотя сама одинокая. Какой результат? Она из всех этих женщин первая вышла замужем, потому что открыла женский клуб. Это называется пожертвование. Я отдаю жертвую себя другим людям и получаю что взамен? От Бога милость. Так устроен этот мир. Не жертвуешь, не получишь. Другой пример. Мужик решил машину купить себе, а денег нет. Денег нет на машину, но он начал заниматься ремонтом машин. У него появился автосалон, потом в результате, как так получилось, из запчастей сколотил себе машину. Все, начал ездить. Ну, то есть, понимаете, как бы, надо ставить более высокую цель. Хочешь замуж, помогай женщинам выйти замужем. Ну, это называется жертва. Она облегчает жизнь, милость дает человеку. Вот, допустим, я кудею, не могу поправиться, да? Вроде бы надо больше есть, так кажется, а на самом деле нет. Нужно больше двигаться и еще поститься иногда. Вот если человек в первой половине дня постится и много двигается, у него сильно повышается огонь пищеварения, начинает поправляться. Все? Это аскеза. То есть, я начал двигаться, накопил силы пищеварения. Движение дает огонь пищеварения. Если у вас газы внутри и вам говорят, попей таблетку от газов или сделай клизму, это может помочь, но кардинально не решит вопрос, потому что газы внутри означает, не хватает огня пищеварения. Силы, то есть, переварить пищу силы не хватает. Что надо сделать? Надо просто идти долго или побежать еще лучше. После бега у тебя все переварится, гвозди будут перевариться, потому что организм начал, аскеза зажгла организм, он начал двигаться и у него очень активизировалось сильно пищеварение. Победа над судьбой. Плохая судьба, пищеварение плохое, потому что плохая судьба. Побежал, аскезу совершил, пищеварение заработало. Меня никто не любит, никто не уважает. Пойду на болото, наемся же понятно. Хорошо. Что делать? Надо любить самому других людей, самому начать любить, вопреки. Вот вопреки, понимаете? Это дает победу над судьбой. И аскезы и пожертвования не перепутаны, трудно понять, где аскезы, где пожертвования. Но идея такая, когда человек заставляет что-то себя делать, это аскезы. А когда человек вот просто себя отдает кому-то, это пожертвования. И там все вместе, чтобы отдать себя кому-то, нужно заставить себя. Там есть и аскезы и пожертвования, но аскезы, оно отодвигает плохую судьбу, а пожертвования смягчают судьбу. Всегда они все, эти две вещи переклетены друг с другом. Всегда они вместе живут. Ну, допустим, я желаю всем счастья, заставлять сильно не надо, если я нормальный человек. Это пожертвования. А если я не двигаюсь, допустим, никакого пожертвования нет. Хотя на самом деле, если я стою неподвижно и молюсь, то все вокруг очищаются от этого. Пожертвования есть тоже, но в основном это аскеза. Пост в основном аскеза. Но если я пащусь с плохим настроением, то аскез не для меня, а для всех родственников. Он говорит, слушай, не пастись, это долбаложек. У меня был наставник, я к наставнику подошел, говорю, я хочу паститься сутки. Он говорит, а ты пробовал? Я говорю, да. И ты во время поста гневаешься на других. Злишься? Я говорю, злюсь. Он говорит, я запрещаю тебе пастись меньше. Я говорю, почему? Он говорит, потому что аскеза, в которой нет пожертвования, разрушает жизнь. Если ты постишься и недоброжелателен по отношению к людям, это никому не поможет. Такая аскеза никому не нужна. Аскеза должна настроение доброжелательности, любви. То есть вместе с пожертвованием совершаться должна аскеза. И когда ты что-то делаешь, не обязательно, неправильно концентрироваться только на том, происходит событие, меняется или нет, внешне. Потому что это неправильное мышление в целом. Событие, запомните, событие всегда начинается и заканчивается вот здесь сердце, вот здесь прямо. Поэтому всегда следите вот за этим местом. Это называется изучение своего внутреннего мира. Внутренний мир это не там, где-то зачесалось внизу, понимаете? Внутренний мир вот здесь находится у человека. И ощущение вот здесь, которое, это и есть наш внутренний мир. Внутренний мир, вот допустим, вы лекцию слушаете сейчас, смотрите, как меняется ваш внутренний мир. Вот лекцию слушаете, смотрите, как меняется внутренний мир. Если легче становится здесь, значит идет победа над судьбой. Если тяжелее, значит может что-то не то. Изучайте это все. Иногда, когда человек помолился, у него сначала наружу все тяжелое выходит, и он после молитвы, вопреки ожиданиям, у него как будто бы хуже стало ему. На самом деле должно было быть еще хуже. То есть должен быть развод, а так просто поругались. То есть когда человек совершает молитву, у него изнутри пласт судьбы выходит наружу и может быть хуже внешне. Но на перспективу, на дальнюю лучше. Есть разные молитвы. Если человек очень глубоко настраивается на жизнь и очень серьезно, тогда у него вытаскиваются из сердца глубокие зажимы, которые разрушают судьбы семьи, дают тяжелые болезни. А если человек молится и не слишком глубоко, он как бы всех любит, всем радуется, настроен не внутрь себя, время молитвы, а наружу, значит у него снаружи все улучшается, у него настроение улучшается, отношения с людьми прямо сиюминутные. Допустим, вы ругаетесь с женой постоянно. Вам вглубь надо настраиваться или нет? Если ваша ругань приводит к разрушению семью, значит наружу. Надо сесть и начать желать всем счастья, в молитве не сильно погружаться в себя, а наоборот как бы смотреть вокруг и радоваться всем, пытаться очищать атмосферу. И тогда у вас успокоятся отношения. А потом, когда они успокоились, надо сосредоточиться и молиться вглубь для того, чтобы вытащить оттуда то, что потом может совсем семью разрушить. Так можно изучать свой внутренний мир. Есть благоприятные вещи и неблагоприятные. Допустим, подумал о чем-то, и в сердце спокойствие, легкость, радость, благоприятная вещь. Подумал о чем-то, в сердце тревога, трудность или страсть, неблагоприятная вещь. Отличить радость от страсти очень сложно. Надо человек думать, что это радость, а это просто страсть. Страсть или привязанность чему-то. Это неблагоприятная вещь. Допустим, замуж пошла, неблагоприятно. Замуж попла, спокойствие в сердце, благоприятно. Легкость сердца, благоприятно. Радость, благоприятно. Изучайте благоприятно и неблагоприятно по своему сердцу. Когда камень на сердце, однозначно, что это надо работать над собой. Трудность жизни пришла. Нужна аскеза, нужны пожертвования, нужна молитва. Что делать молитва? Она дает человеку знание и растворяет судьбу. Вот была трудность и нет в результате молитвы. Но когда это происходит? Когда человек не просто бубнит там что-то про Бога, а когда он служит Богу во время молитвы, этим служением отвлекается от себя. Вы, допустим, говорите, а я повторяю молитву, я просто не могу отвлечься от себя. Значит, молитва вам не подходит. Вы можете продолжать молиться, но если хотите победить судьбу, вам надо идти и делать то, что отвлекает от себя. Допустим, вы в храме моете полы, это отвлекает от себя, потому что нравится вам в храме, вам хорошо там, вы забыли про себя. Значит, вы будете побеждать там судьбу. Это ваш метод. Идите, молите, мойте полы в храме. Если вы, допустим, идете вокруг храма, ходите, обходите, как поклоняете святому месту, обхождение святого места, и это вас отвлекает от себя, значит, это ваш метод победы над судьбой. В конечном счете для всех только молитва. И все эти методы называются служение Богу. Это может быть служение в храме какое-то, или просто поклоны перед алтарем, или, может быть, вы на службу пришли и начали петь на службе церковной. Нет, только в отношениях с Богом побеждают судьбу. Собачка привязывает к себе, новые проблемы создаёт. Когда у ней шерсть полезет, и лапы начнут трясуться, вы испытаете стресс, потому что вы сначала привязались к неё телу, а потом, когда она будет болеть и умирать, вы получите противоположный результат. Всегда, когда мы привязываемся к человеку, к животному, ещё к чему-то, всегда сначала я сначала нектар, потом яд. Ну, потому что всегда назад придёт, как бы, даже хорошим человеком прожила жизнь, потом же его придётся терять, этого хорошего человека. Хоть ты первая, хоть он первый, всё равно потеря будет чувствоваться, потому что человек не умирает. Он и там живёт, и здесь живёт. И будет разлуку испытывать. Поэтому даже жить с хорошим человеком не вариант, только счастье испытать, понимаете? Ещё и тяжелее будет. Вот хорошего, когда теряешь, слава Богу. Я так не сказал, но так чувствуется. А хорошего терять тысячу раз тяжелее. Поэтому не привязывайтесь к людям. Привязывайтесь только к Богу. Вот, допустим, я иду на свежеводственной природе. Я привязываюсь к природе или нет? Нет. Я её просто люблю. Когда ты любишь Бога, никакой привязанности нет. Это победа над судьбой. Когда ты любишь Бога, никакой привязанности нет. Это победа над судьбой. Любишь человека, привязанность может быть. Ты можешь чисто любить, тоже привязанности нет. Чисто означает, просто хочу тебе служить и всё. Это чистая любовь. Ну, такая любовь очень труднодостижимая. Это аскеза так любить. Хочется же наслаждаться человеком. Ты заставляешь себя только отдавать, служить, быть верным. Это чистая настоящая любовь. Не даёт никаких осадков. Отрицательных результатов не будет даже к человеку. Но искушение всегда есть. Но природа не даёт искушение. Понимаете? Потому что через неё действует сам Бог. Её цель просто давать человеку силы и здоровья. Всё. Она чиста. Она мать природы. Это мать. Женская энергия. Не мужская. Люди добрые. Это не то, что я люблю добрых людей. Так супер. Это никогда не даёт отрицательного результата. Потому что через добрых людей, я ещё раз повторяю, не через психологов, астрологов. А ему не деньги от человека нужны. Он хочет им помогать людям. Тогда тоже. Но я говорю сейчас именно о добрых людях. Не о специалистах каких-то. О добрых людях. Понимаете? Потому что вы не верите в Бога. Вы не знаете, что через доброго человека вам придёт совет. По-любому. По-любому придёт совет. Просто найдите доброго человека и вы увидите подсказку через него. Так всегда люди раньше жили. Потому что Бог действует через доброту человеческую. Верьте в добрых людей. Если вы верите в добрых людей, никогда не расстроитесь, никогда не разочаруйтесь. Потому что это есть вера в Бога. Это не напрямая, а посреданная вера. Но это всё равно к Богу ведёт. Доброта. Доброта всё оживляет. Мы всё живым становимся. Природа становится счастливой, живой. Люди живыми становятся. То есть доброта — это и есть энергия Бога, побеждающая судьбу. Вот, допустим, если у меня камень на сердце. Поднимите кого? Камень на сердце. вам не хватает добрых людей вам не хватает добрых людей вам не хватает добрых людей ваша аскеза искать добрых людей камень на сердце до свидания камень на сердце не хватает доброты значит вокруг не хватает камень на стране висит тоже не хватает добрые люди нужна доброта Я ударила молния в голову, и я прозрел. Вот это вот туда не надо ходить, но не надо, потому что это шизовик-затейник, ты не добрый человек. Добрые люди, они простые по природе, молнии не ударяло в сердце, куда-то в голову. Они просто добрые, они простые люди. Итак, первое, что человек должен понять, он должен понять, что ему не хватает вдохновения, поэтому нужно организовать правильно свою жизнь. Мы очень сильно расходуемся на негатив в этом мире. Он идет из средств массовой информации, из неправильного общения с людьми. Вот, допустим, у меня муж постоянно на меня кричит. Надо дистанцироваться, нельзя с ним близко общаться, потому что вы расходуетесь на это общение, теряете силу. В этом знание. Чуть-чуть подальше. Выполняйте свои обязанности, но не надо вот выяснять это все. Потому что вы расходуете, дальше вдохновения не будет, вы не сможете побеждать. Побеждать судьбу человек, который к жизни относится, соизмеряет свои усилия. Вот он не может победить там, значит, не надо трогать. Допустим, сын принес двойку, и тебе хочется орать на него. Ты не можешь спокойно ему ничего сказать. У тебя нет сил, отодвинься. Заставь себя переключиться с него на что-то другое. И тогда ты поможешь сыну себе, всем поможешь. А если не можешь заставить себя, значит, ты привязан к сыну, и это большая проблема. Если ты все равно идешь и кричишь на него, значит, это неправильное мышление просто. Меняй свое мышление. Возьми аскезы и заставь себя не трогать вообще своего тогда ребенка. Пускай, что хочешь, получай. Сначала научитесь принимать судьбу, терпеть ее. Сын получил двойку, отодвинулась от него, успокоилась, а потом по-доброму и строго начала с ним разговаривать. Когда по-доброму строго, у него включается разум, и он поймет, что нельзя двойки получать. Так же с мужем можно по-доброму строго. Ты куда ходил, мой хороший? Только не говори, что не к женщине. Я и так все знаю. У меня же сердце в твоем живет. Итак, ты куда ходил? Молчишь? Правильно. И так далее, понимаете? По-доброму. И тогда он будет думать, что он теряет, что приобретает. Сначала перевари свою судьбу в сердце, а потом с ней контактируй. Такой принцип. Или если не можешь переварить, отодвигайся, не трогай. Тебя это уничтожит. С мамой нельзя отношения строить. Если там тяжелый кармин, нельзя, отодвинься. Она не отодвигается. Сама идет и все равно лезет. У вас есть выбор. Вы можете вот так сделать. Кому угодно. Кому угодно. Можете маме, папе. Вот так вот. Все. Я не слушаю, не смотрю, не говорю. Эгоизм это или нет, когда я вот так делаю? Мама старшая. Мама старшая. Вот смотрите, мама, допустим, режет меня, а я не отодвигаюсь. Это эгоизм или нет? Вот она меня режет, убивает, а я как-то, да, мама, убивай меня. Это эгоизм или нет? А что это такое? Это здравый смысл. Это тоже эгоизм, но правильный. Есть правильный эгоизм, есть неправильный. Неправильный эгоизм, это когда ты все разрушаешь вокруг. Ты с мамой не можешь справиться. Отодвинься. Это правильный эгоизм, разумность. А потом, ты ведь для чего отодвигаешься? Чтоб потом приблизиться. Запомните, если между вами камень, вы ничего не сделаете в этих отношениях. Вы не сможете в них победить. Потому что у вас нет возможности отодвиньтесь, молитесь. Сначала победите камень в молитве, а потом общайтесь. Здравый смысл. Не эгоизм. Дистанция – это аскеза? Аскеза, учитесь этой аскезе. Не ругайтесь с близкими людьми. Руга не помогает никогда. Ни с детьми, ни с мужем, никогда не помогает. В споре истина не рождается. Она рождается в дистанции, молитве и успокоении. Истина рождается. С начальником не можете решить вопросы? Отодвигаемся, молимся. Не надо с ним разговаривать, когда плохо. Все будет разрушено. Какие еще аспезы бывают? Вот, допустим, если вы чувствуете, что вы не можете сдерживаться, но все время не можете сдерживаться, тогда молчите. Это аскеза. Называется мауна. Не разговаривай просто и все. Будете сдерживаться. Если чувствуете, что вы суетливы, не двигайтесь. Это аскеза. Вот вы суетитесь все время, не двигайтесь. И вы перестанете суетиться. Если вы ленивая, вот как вы ленивая? Я ленивая, Олег. Тогда двигайтесь. И это победит лень. Если вы не можете рано вставать, значит, тогда вдохновитесь вместе с кем-то рано вставать. Сами вы не сможете. Вдохновитесь с кем-то. Вы сможете тогда. А у нас можно открыть дверь там? У нас не хватает воздуха, да, в зале? Вы не чувствуете, организаторы? Надо открыть все. Что же вы все закрыли? Надо все открыть. Никогда на вентиляцию не доверяйте, что она ее хватит. Опыт показывает, что всегда надо открывать двери. И тогда легче стало жить. Вот это здравый смысл. Нам плохо слушать лекцию, потому что она, наверное, какая-то скучная, тяжелая. Просто не хватает воздуха. Видите, энергии не хватает. Вот в чем причина. Сейчас смотрите, вы увидите, что лекция станет интереснее. Воздух пошел, так раз, ага. Слава Богу. Все, лекция стала интереснее. Почему? Потому что воздух пошел. Вот так я просто привожу пример вам, как в жизни бывает. Мы неправильно мыслим просто. И это 80%, понимаете? Зашла природа в зал. Мы же все думаем, расходуем энергию, природу. Ну, давайте, вы спрашивайте про молитву, пожалуйста. Да, да. Не надо экскурсировать, сразу про молитву. Я услышал все. Я услышал. Я услышал. Я услышал. Слушайте внимательно. Вот смотрите, внимательно послушайте меня. Это хороший вопрос. У нас сегодня про внутреннюю жизнь тема. Смотрите. Я сосредотачиваюсь на тех, кто повторяет молитву. Потому что есть два способа побеждать судьбу. Один, помнить о Боге внутри себя. Это значит, что я с Ним уже имею отношение. А с Богом иметь отношение, это много лет духовной практики. То есть я, это что значит отношение? Я уже знаю, как Он побеждает судьбу. Я уже с Ним побеждал судьбу. Я в Него верю. Я Его чувствую, понимаете? И тогда я молюсь и о Нем помню. Это первый способ. Не надо ничего слушать тогда никого. Просто помнишь о Боге и все. Вдохновляешься изнутри и побеждаешь судьбу. Второй вариант. У меня нет опыта. Я не знаю, кто такой Бог. Не знаю, как побеждать судьбу. Все это, как бы, то, что Олег Геннадьевич говорит, мне интересно. Но я как-то не понимаю, как это все действует. Хорошо. Включаем в своей вере, в своей традиции. Те, кто молится. Сосредотачиваемся на них. Читаем молитву в своей вере. Но я сейчас просто повторяю настрой.